Рождественский концерт прошел в Театре Астана Опера. В торжественной обстановке мраморного зала прозвучала знаменитая оратория Генделя «Мессия». Лично для меня «Мессия» — это больше, чем музыка, которую мы исполняем в концерте, потому что моя диссертация была посвящена ритмическим традициям эпохи барокко. И центральным произведением, которое исследовал, являлась именно «Мессия Генделя». Затем и его новая редакция, сделанная Вольгангом Амадеем Моцартом. На протяжении столетий это произведение традиционно исполняют в светлый праздник Рождества. В столице «Мессию» представили солисты театра, хор и симфонический оркестр. Для тенора Рамзата Балакишиева это выступление стало дебютным. Он впервые исполнил партию в ораторию. Честно говоря, эта партия не настолько легкая, как кажется. Казалось бы, всего лишь несколько арии, но на самом деле требует технической подготовки. Такие произведения нужно готовить не меньше месяца, потому что там есть очень много мелких длительностей, которые нужно исполнять и все по высотности точно, и в ритме, и в темпе. Сочинение композитора эпохи барокко и в 21 веке звучит волшебно. Оно призывает людей к духовной чистоте и высоким идеалам. В наступившем году Столичный союз художников планирует проведение выставок, посвященных великим личностям казахского народа. Будут организованы и мероприятия в честь 175-летия со дня рождения Абая Кунанбаева и 1150-летия со дня рождения Абу Насыра Аль-Фараби. Известные деятели искусства столицы создадут работы в память об этих мыслителях. О планах Столичного союза художников нам рассказал его уже бывший председатель. Совсем недавно Жанузак Мусапир стал вице-президентом Академии художеств Республики Казахстан. В нашем союзе около ста человек, и все они активно участвуют в культурной жизни города. Мы организовали в 2019 году много мероприятий. Например, только в декабре у нас открылось сразу несколько выставок. Это Далаурник Тюре во Дворце Независимости и совместная выставка Бакетнура Бурдизбекова и Аделгали Баяндина. 2019 год, говорит Жанузак Мусапир, запомнился большими достижениями. Некоторые члены союза стали обладателями государственной стипендии первого президента Республики Казахстан Ельбасы в области культуры. Это столичные художники Нина Терещенко и Ирлан Айтуаров. В Казахском национальном университете искусств прошел отчетный концерт студентов класса фортепиано под руководством лауреата международных конкурсов Даны Али. В творческом вечере музыканты подарили слушателям композиции из числа мировой классики. В целом это концерт моего класса, где исполняют свои произведения, выученные произведения Шопена, Пуленко, Моцарта, Санату Бетховена, ученики третьего класса, студентка второго колледжа Сакеева Сабина, выпускники четвертых курсов, магистранты, готовящиеся к международным конкурсам. Во втором полгодии мы планируем поехать на несколько международных конкурсов. В этой связи мы и готовим этот концерт. В программу отчетного концерта вошли лучшие произведения Моцарта. Это все три части ля минор концерта номер 23. Музыканты класса фортепиано уже выступали на главных сценах Италии, Грузии и Польши. Именно такие концертные программы дают возможность прочувствовать желания слушателей и не переставать дарить настоящие эмоции, отмечают молодые музыканты. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 11 января в театре имени Куанышбаева пройдет постановка «Байланы Саясса». 10 января во дворце «Жастар» состоится показ спектакля «Примадонны» в исполнении труппы драматического театра имени Горького. 10 и 11 января на сцене Большого зала «Астана-Опера» труппы театра имени Вахтангова из Москвы даст спектакль Чехова «Дядя Ваня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова